Крупное ДТП в Тракторозаводском районе. В результате лобового столкновения двух иномарок погибли два человека. Причем, по одной из версий, водитель такси так устал за смену, что просто мог уснуть за рулем. Подробности в материале. Это последствия столкновения. Как рассказали в городской ГАИ, 38-летний водитель Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Tiguan. 30-летний водитель Volkswagen выжил. Кажется, его спасли сработавшие подушки безопасности. Предполагаемый виновник и его 30-летний пассажир после такого столкновения погибли. Погибший в аварии водитель автомобиля Hyundai Solaris мог неофициально подрабатывать таксистом. Машина, хоть и брендированная известным агрегатором такси, но по предварительным данным, не была на линии. По одной из версий, с линии ее сняли, так как шофер мог нарушить режим труда и отдыха. Что называется, работал на износ и, видимо, под утром мог уснуть за рулем, когда вез клиента. На трассе Москва-Челябинск водитель легковушки вылетел навстречку и врезался в газель. Два человека пострадали. Инспекторы устанавливают детали ДТП. По предварительным данным ГИБДД региона, водитель, управляя Рено Сандера, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с газелью. Водитель и пассажир Рено получили травмы. На время на этом участке дороги было организовано реверсивное движение. А это кадры столкновения на улице Хлебозаводской. Видимо, из-за скользкой дороги обе машины улетели в кювет. А новенький Range Rover попал в аварию. Машина разбита и стоит на обочине. По словам очевидцев, автомобиль недавно выехал из салона и даже еще не имел государственного регистрационного номера. Стоимость машины несколько миллионов рублей. Фура лежит на боку, а рядом стоят машины. Эта авария случилась недалеко от поселка Борисовка в Еманжелинском районе. Водитель большегруза, видимо, потерял управление и машину закрутило. Это ДТП произошло около Миаса. Водитель фуры не справился с управлением и большегруз съехал в кювет. В этом ДТП дорогу не поделили две иномарки и отечественная легковушка. Причиной столкновения стала скользкая проезжая часть и невнимательность водителей. После удара две легковушки улетели на тротуар. На пересечении Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев маршрутка влетела в троллейбус. Водитель остановился на светофоре, но в этот момент в него въехал микроавтобус 91 маршрута. В троллейбусе людей, кроме водителя, не было. А вот один пассажир маршрутки получил травмы и был госпитализирован. Остальные люди продолжили свой путь на другом транспорте. Не успел затормозить и въехал в троллейбус. Водитель зеленого автобуса не выдержал дистанцию. В результате столкновения авария случилась на остановке Северокрымская. Момент ДТП попал в объектив камеры наблюдения. После аварии у общественного транспорта вылетели стекла. Информации о пострадавших нет.